Здравствуйте! С вами программа «Звонница» на телеканале НТМ. В нашей передаче мы рассказываем вам о православных постах и праздниках, о храмах и святынях нашей древней епархии и о людях, живущих на ней. На минувшей неделе Ярославль вспоминал погибшую в авиакатастрофе хокейную команду «Локомотив». Траурные мероприятия в городе начались с Успенского кафедрального собора. Здесь утром была отслужена божественная литургия и панихида. Богослужение возглавил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон. Подробности в первом сюжете выпуска. Под звуки самого большого Ярославского колокола в Успенский кафедральный собор идут сотни людей. Но беда, о которой обычно возвещает набат, произошла не сегодня, а ровно год назад. День памяти погибших в авиакатастрофе игроков, тренеров и сотрудников команды «Локомотив» начинается с божественной литургии. На панихиду, почтить память безвременно ушедших, пришли родственники, друзья и близкие люди. Им до сих пор трудно смириться с трагедией. Я многих ребят знал лично. Была лучшая команда, я так считаю. Все люди города, все их любили очень сильно. Прошел год и до сих пор очень тяжело. На душе все это воспринимается до сих пор. И поэтому, как сказать, время быстро летит, но все равно. Это очень тяжело. Это вообще... Я даже не знаю, что такое вообще могло случиться. Трудно, конечно. Все же наш родственник. Но он не хоккеист был, не в команде, а как бы... Массажист. Массажист, да. По медицинской части, но тем не менее, все равно. Митрополит Ярославский Ростовский Пантелеемон провел панихиду по всем, чьей жизнь унесла трагедия 7 сентября прошлого года. Эти молитвы необходимы для всех тех, которые переселились в иной мир. Ибо земля – это земля, которая определена для жизни человека, дворцом и вседержителем на некоторое время. И мы молимся сегодня и сейчас. Мы совершим панихиду. Панихиду и сверху, что Господь по Своему милосердию принял Свои Отчие объятия всех тех, кого мы поминаем. И поминет Господь Бог во Царстве Своем и нас грешных. Аминь. 12 сентября свой день рождения отметил Владыка Пантелеемон. Провел он его в Переславле-Залесском. Подробности в нашем сюжете. 12 сентября день рождения празднует митрополит Ярославский Ростовский Пантелеймон. В этот день он совершил божественную литургию в Преображенском соборе Переславля-Залесского. Владыка также принял участие в акции «Александровские дни-2012», которая проходит в Переславле-Залесском с 10 по 17 сентября. Детский праздник посвящен памяти князя Александра Невского. Он проходит с 2008 года. На Красной площади, рядом с Преображенским храмом, в котором крестили юного князя, ежегодно проходят торжественные мероприятия. Праздничное богослужение, крестный ход, митинг, концертная программа, выступления клубов исторической реконструкции. Мы сегодня молились у престола Господня. В этот день, в этом великолепном древнем храме, по тем меркам, когда он был сооружен, этот храм каменный, это был собор, в котором и крестился святой Александр Невский, его принесли сюда, где он и родился в этом городе. Затем он здесь также приносил свои и молитвы во все праздники. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, первый из них. Подруга позвала меня в крестное к своей дочери, но я слышала, что женщине нельзя крестить первой девочку. Правда ли это и почему нельзя? Безусловно, нет. На самом деле, это абсолютная неправда. С крещением и с ролью крестных связано огромное количество предрассудков. Совершенно не заостряйте на них свое внимание. Помните о другом. Становясь крестной, вы берете на себя огромную ответственность за своего восприемника. Готовы ли вы ее понести? Если вы на самом деле живете церковной жизнью, исповедуетесь, причащаетесь святых христовых тайн и пытаетесь как-то строить свои отношения с Богом, то тогда, безусловно, вы можете и должны быть крестными. Если же ничего этого нет, и вас саму необходимо наставлять в самых началах христианской веры, подумайте, может быть, стоит отказаться. Наш второй вопрос на сегодня. Не раз приходилось слышать выражение «деятельное раскаяние». Что это значит? Я совершил грех, раскаялся, но правильно ли и достаточно ли этого? На самом деле это выражение скорее близко к юриспруденции, чем к исповеди. Однако на самом деле важно помнить и то, что просто признать свой грех, то есть просто раскаяться в нем, недостаточно. Покаяние значительно глубже. Оно предполагает не только то, что человек видит свой грех, но и готов приложить реальные усилия к тому, чтобы он не повторялся в его жизни. При этом мы, видя и зная себя, не можем обещать Богу абсолютного отказа от этого, так как длительное время определенные грехи стали нашими привычками. И как долгое время мы тратили на то, чтобы их приобрести, так, по всей видимости, долгое время будем тратить и на то, чтобы уйти от них. В этом смысле от исповеди к исповеди, называя некоторые повторяющиеся грехи, совершенно не отчаивайтесь. Важно помнить, что, к примеру, как говорит Евангелие, человек у селаамской купели, страждущий параличом, лежал 38 лет, ожидая исцеления, и понимая, что сам он его не получит никогда. Однако проходящий мимо Христос только за его терпение даровал ему полное здравие. Точно так же и с нашей душой. От раза к разу, приходя к исповеди, и зачастую принося одни и те же грехи, будем помнить, что Богу важно наше обещание доброй совести. Господи, я хочу избавиться от этого и прошу Твоей помощи. Тогда мы не будем посорблены. К этим совершенным грехам, кроме простого раскаяния в них, приложим противоположные добрые дела. Скупости противопоставим нашу щедрость к милостыне, лени, наше желание к трудолюбию и прочее, прочее. Тогда мы будем не посорблены в своем уповании. Свои вопросы о тех или иных интересующих вас особенностях духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. Также не забывайте о нашем почтовом адресе город Ярославль, улица Советская, 69. На грядущей неделе в пятницу 21 сентября Церковь совершает двум десятый праздник. Вспоминает Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресна Девы Марии. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин